Сегодня же Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Подробнее об итогах рабочей поездки главы Чувашии смотрите завтра в программе «Республика». Изменения казны и принципы добрососедства. Чебоксарские депутаты увеличили бюджет на год и предложили запретить ремонт в многоквартирных домах по воскресеньям. Об этих и других вопросах повестки дня Ольга Пырочкина. Первым делом столичные депутаты уточнили бюджет на этот год. По доходам он увеличился на миллиард 238 миллионов рублей. Дополнительные средства направят, к примеру, на строительство фонтанов у торгового комплекса «Шупашкар», организацию зимнего отдыха в городских парках и праздничную подсветку города. Далее народные избранники понизили ставку налога на имущество физических лиц с 2 до 1 процента касательно определенных объектов. Таким объектам недвижимого имущества относятся административно-деловые центры и торговые комплексы и помещения в них. Как отметил автор инициативы, при нынешней ставке предпринимателям невыгодно вкладываться в коммерческую недвижимость. И данная мера позволит привлечь в город инвестиции. Однако налицо конфликт интересов. Собрание проголосовало, пожалуй, как никогда дружно за снижение ставки, что, впрочем, вполне объяснимо, учитывая состав нынешнего депутатского корпуса. Дискуссию вызвало другой вопрос. Какими будут временные рамки тихого часа и для чего все же дано воскресенье для отдыха или ремонта? Ко мне обратились в онлайн-приемную не однажды матери молодых, маленьких детей, которые нуждаются в защите дневного сна. С пользой данной инициативы депутаты в целом согласны. Расходится их мнение в конкретных часах, когда предлагается не шуметь. А еще не будет ли данная мера противоречить федеральному закону? Мол, законопроект явно сыроват. Комиссии по бюджету, по экономполитике проголосовали против вынесения данного вопроса вообще на собрание, а отправить его на доработку. Утром хочется поспать, вечером тоже хочется пораньше лечь. У многих, в том числе наших горожан, имеются дети. Вот обеденный перерыв, он должен быть обязательно. Дети должны поспать. То, что касается воскресенья, у нас на многих предприятиях сейчас шестидневка в плане рабочих дней. Получается, если человек работает с утра до вечера на протяжении шести дней, то когда он должен производить ремонт? Но воскресенье же имеет в таком случае право его произвести? Или он вообще его не будет делать на протяжении десятилетий? Пока депутаты дискутировали, мы опросили горожан. Абсолютно без разницы. Правильно делают, чтобы будни ограничить и выходные. Почему? Потому что нужно уважать время и на отдых граждан. Отрицательно. Почему? Потому что часто жильцы сами делают ремонт у себя, не нанимая кого. А в выходные дни им приходится этим заниматься, собственно говоря. Я сам, по-моему, делал ремонт и выходные. Я против этого. В принципе, мне все равно. Так или иначе, разбираться в нюансах теперь предстоит Государственному Совету Республики. Большинство чебоксарских депутатов проголосовали за выход в региональный парламент с данной инициативой. Ольга Пыречкина, Павел Рядков, Республика.